Два русских приезжают в Мюнхен С зайцем едут на S-Bahn в Штанберг Идут к рандомному дому Подходят Находят за три минуты ключ Входят в дом Чужой дом И сидят там пять часов Понимаете? Если человек приезжает в другой город Бесплатно почти доезжает от аэропорта до любой точки города А можно из страны, блядь, если тебе повезет И может попасть, наверное, почти в любой дом Потому что у меня почему-то такое складывается впечатление Что здесь, в общем-то, все всегда хранят ключи около двери Где-нибудь на уровне глаз А, да, тут, короче, капитальный ремонт Вот как бы... Да, ман Как я говорил в видео вчера про это На самом деле это было не Зайцем, нет, мы купили билеты, но когда мы их купили уже, зашли в поезд, мы обнаружили объявление, где сказано, что за невалидацию билета стоят в таких коробочках на станции штраф 60 евро. Ну, а еще мы нарушаем законы, поэтому вообще депортировать могут. Это весьма жестко, но в том числе сейчас мы купили уже... Я хотел пояснить за всякую вот эту хрень с поездами, но сраные школьники, сидящие сзади, все испортили, блядь! Ненавижу школьника! Сзади меня находится немецкий музей, самый большой музей естественных наук и техники не только в Мюнхене, но во всем мире. 28 тысяч экспонатов, больше 50 отраслей науки, полтора миллиона посетителей в год, и это не мы, потому что мы туда не пойдем. Вход стоит 11 евро. 11 евро! За эти деньги на октябрьместе можно купить кружку пива в литр и сушку. Господи, как же они там чертовски круто! P-I-N-P Какой же шмаровоз! Вот примерно такой болт я забил на учебу по этой сюда. На самом деле на учебу я никакой болт не забивал, на самом деле это огромный пропеллер от какого-то судна. Эта хрень весит 42 тонны и имеет диаметр 6,85 метров, в то время как на Титанике было, короче, 7-15 метров. То есть весьма огромный такой пропеллер для яхт. Эта речка... Выглядит как говно! Сука! Эта речка... Выглядит как говно! Сука! Заебал, дай сказать. Эта речка... Блядь, я взял сын уже. Эта речка могла бы называться значимость любителей Майнкрафта для нашего канала. Ведь она очень мелкая. Еее, подписчики сделали нам сигну, но немножечко ошиблись. Как это мило! По Германии дорогу можно переходить только Федори, говоря... Круассан. Круассан. Вот там челики... Ты чередочек лошадей, ждал я на ногой! Что с ней? Видишь что-то? Да. Боже мой, а! Плагиат! Плагиат! Мы плагиатим шоу усачьего! Пара валить! Это шар! Еще один! Много шаров! Лучшие нидерландские хоры! Спиздили фишку! Смотрим шары! Это класс! а это что скрытый шар шары шары много шаров и сёрф-рок на фоне шарик наполовину шарик легендарный стат-трековский редкий шар короче здесь около шаров написано что это шары ну здесь ничего не видно и написано что это сделали в 80 году в нидерландах то есть из нидерландов ехал поезд в котором была куча шаров просто их штук до 10 или 15 не на самом деле может на самом деле обман их просто прикатили может обман это не шар на самом деле итак мы приобрели классический немецкий донор кебаб то есть шаурму сразу скажу что шаурма немецкая как и даже шведская которые не так давно пробовал а она всегда очень неплотно скручена у это например вообще нет дна то есть такого понятия как протекание у нее быть не может она не закрыта снизу она с обеих сторон открыта то есть мы просто делаем ей такой хвостик и начинаем ее хавать я отведаю а потом ты сразу скажу что там просто царит реальная дружба народов в этом заведении потому что внутри нам продавал немец другой посетитель шаверма был боснийцем и в итоге мы все говорили на смеси каких-то самых разных языков вообще там очень веселые приятные отношения там решил через сил вертель там с индюшки как я понял то есть не курица не говядина сына индюшка что очень-то удивительно впервые вот эту хрень боже мой значит структура ну двойка потому что она но изначально не закрыты она не плотная йог приходится придерживать это не обжарено снаружи поэтому структура двойка вкус 5 и оригинальность но оригинальность четыре с половиной потому что в целом ингредиенты привычные просто очень интересно соотношение лука и всего остального она очень масло для швырмы так то она не слишком значит оригинальность вкус структура сытность хз думаю не очень сытная что она вообще не жирная вообще причем что обезжиренная и что-то еще интерьер и персонал мы просто пятюня все преклоняюсь спасибо а дальше вы услышите оценки ну начнем с того что мне в конце попалась эта половина перца халапеньо и сейчас мне не очень а вот ну если начинать с плюсов оценки соглашусь полностью с александром плюсы какие во первых лепешка испечена прямо там то есть не пуптала ваша боже говорит я говорить не могу прям это лаваш спекается прямо там индейка это вкусно вместо капуста там салат как называется боже мой салат айсберг да а здесь плюсов и минусов она обернута в фольгу как бы в итоге типа кусочки фольги иногда есть ты так а еще она стоит четыре с половиной евро это 320 рублей это очень дорого но это дорого потому что мы бомжи а тут всем это нормально но там есть скидка школьникам школьникам она стоит три с половиной евро потрясающе просто кто такой энтони